Ощущение классное. Действительно красивая тут эка на кедрин роз, на корни видите, и он вот такой могучий, и этот кедр ему и склонился. О, идёт, 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 видите, идёт, идёт, красавчик, красавчик, молодец. О, видите, чуть ямка и сразу поклёвка, всё чётко работает, всё красиво, всё классно. Иван говорит, увидел, как он вышел, но это аквариум, действительно, посмотрите, аквариум, ёлки-моталки, всё, вот такая красивая речка таёжная. Случилось вот так, этот кедр, и Иван туда забросил, сейчас надо думать, как сцепить. Он болел зацеплять, вера, потерял, ход к делу, есть передвижения какие. Зачем туда полез? Мужик, да не упадёт, не упадёт. Он живой, тем более, видишь, суп показывается, живой. Корни, значит, там держат, внизу. Паравозик, опачка, он бежит, качается. Ну, ещё маленько, и достанешь рукой эту ветку. Всё готово, упало. Удочка поплыла. Кто? Она, она, подожди. Всё нормально, Иван. Чё, кидай, кидай, всё, сцепил. Нормально всё. Можешь лазить. Попахай. Нифига ты его седлал. Подожди, я перейду. Что там делают? Ты не порти, анекдот. Там медведь малину рвёт. Залезть легко, а спустить, а слазить ещё, ещё хуже. Голос его заколдовал. Чимириц. Вот такой красоте происходит. Медвежата лазит, говорит, а чё это, кто это берёзы погнул? А кто тут кедр погнул? Это Иван тут обманки зацеплял. Болотники, смотри, не порвёп, сучки. Но и удочку потом я её поклал тоже неправильно. А торописься когда, это не надо торопиться. Тут торопиться некуда. О, обнимашки. Добрый край. А вот камень из-под которого он взял. А, ну, видно камень, ну, в аквариуме. Ну, ну, сверху-то лучше видно. Ну, вот история. Вот такая. Когда видишь, уже попадаешь в сказку, так же, как таймень попадается, и человек теряет сознание, короче. И такие эти. Ну, надо же. Я мясо ель. Да, да. На кедр забросить. Елки-баталки. Ну, теперь-то осторожней, Иван будет. Всё, чётко. Вот такая сказка получилась. Вот такой рассказ. Спасибо. Спасибо. Спасибо.